Приветствую вас, давайте рассмотрим ваши вопросы. Вопросы в области любовник-друг, любовный треугольник. Есть друг-пост-любовник, с которым 10 лет все было сложно, с которым договорились остаться в близких от других отношениях и тому подобное. Естественно, эта игра не на равных, сейчас больше я страдаю, так как он же нет, хотя раньше были противоположны наоборот, он по мне сдох, я по нему нет. С другой стороны, оба понимаются ситуации, хотят остаться просто в хороших отношениях, но я сама ощущаю, как и любой зависящий, какую-то обиду, претензию, беспокойство. То есть все еще не могу смириться, что все у нас не получилось, и каждое наше общение волей-неволей выливается в истинные отношения. Я не питаю никаких иллюзий насчет совместного будущего, его нет, ничего от человека не жду, но хочу понять верную стратегию поведения само собой, так как понимаю, что работать надо только с собой. Что правильнее для того, чтобы быстрее прийти в норму и перестать тянуться к человеку? Работать с собой и оставить хоть какое-то общение с человеком, работать с собой и нивелировать общение с ним. Причина, по которой жалко обрывать связь, строго знакомства, все друг про друга знаем, можем всем делиться, но пока не выходит нейтрально подружески относиться. Остаюсь не до друг, не до любовницы. Александра, вы описываете, как вы сказали, любовный треугольник, но кто третья сторона в любовном треугольнике не совсем понял. Дальше. Вы говорите, что раньше по нему не сохли, пока он сох по вам, сейчас и наоборот. Это проблема личной границы. Проблема сближения. То есть вы себе не доверяете, своим эмоциям и чувствам. Следующий момент. Вы пишите о том, что у вас есть обида, претензия и беспокойство. Это нужно прожевать. И обиды прожевать, и проговаривать, и беспокойство, и претензия. Потому что за ними кроется ваш личностный конфликт. Задержа самооценка, страх и так далее. Дальше. При зависимости рекомендуют сообщение нивелировать полностью. Это выход из зависимости, процесс довольно длительный. Работать над собой, я не очень понимаю, что вы имеете ввиду под работать над собой. Работать над собой можно только с психологом, если это эффективно, если это реальная работа над собой, а не видимость. Вот. Дальше. Вы пишите, срок знакомства, все друг про друга знаем, можем с ним делиться. Это история про ваш недоверие в себя. То есть вы, грубо говоря, нашли окошко, через которое можете как-то вот себя реализовывать. Вам страшно его потерять. Потому что нигде больше реализоваться вы не можете. Я имею ввиду именно вот в контексте того состояния, да, которое вы испытываете с мужчиной. Вот. То есть необходимо это состояние выявить и научиться его получать другими способами, другими путями. Вот. Ну и да, как рассказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, очень важно увидеть, каким образом вы оказались в таких отношениях. И, собственно, третий, где третий мужчина, то есть второй мужчина, где третье лицо. Почему треугольник-то, если вы описываете только себя и друга любовника? То, что вы остаетесь недодругом, а недолюбовницей, как вы себя называете, Я думаю, что сейчас вам нужно признать то, что вы не можете быть для мужчины ни другом, ни любовницей. Потому что вы не готовы взять ответственность. Чтобы взять ответственность нужно, чтобы она соответствовала вашим возможностям. Она не соответствует. Вот. Такие дела. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Если третье лицо все-таки существует, то рекомендую также в интернете найти тему треугольника Артмана. Я думаю, он вам поможет увидеть, в каком положении вы находитесь прямо сейчас. За обратную связь по моему ответу буду благодарен. Это позволит вам начать работу над собой. Работу над собой нужно проводить со специалистом. Не одной. Удачи вам. Удачи. Всего самого доброго. Обращайтесь.